Слово, как любезные ватки, я там люблю, я помню. Мир вам, доброе утро. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ну вот видите, как неожиданно пришло снова на встречи с вами. Мы сейчас повторим вот что. Что мы заучивали наизусть, потому что приближается, что у нас, какой великий праздник? Рождество Христово. И к Рождеству Христово мы должны хорошо быть готовы. Сейчас идет Рождественский пост, и мы должны обязательно быть готовы к такому великому празднику. Ну сейчас мы с вами повторим такие главные стихи, которые нам необходимо знать с вами. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Иоанна 3,16». «Иоанна 3,16». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Иоанна 3,16». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Иоанна 3,16». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Спасти, правильно. Ну, чтобы спасти мир. Всякий верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Сына Своего Единородного. Повторите. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А неверующий не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Еще раз повторяю. А неверующий в Сына Божия не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Молодцы. Отлично. А теперь я вопрос буду задавать, а вы будете отвечать так. Так для какой цели пришел на землю Иисус Христос? Ты ответишь, да? Для какой цели пришел Иисус Христос на землю? Пожалуйста. Чтобы люди поверили в Него. Так, еще что? Для какой цели? Чтобы спасти всех. Чтобы спасти всякого верующего в Него. Пожалуйста. Чтобы когда человек живет, он мог покаяться, а после смерти попасть в Царство Небесное. Всякий верующего Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Так, хорошо. Еще раз повторите. Пожалуйста. Верующий во Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Правильно. Вот это к Рождеству мы будем готовить, а там уже еще другие стихи будем замучивать. А в этот стих мы выучили. И беспрекословно, великое благочестие тайно, Бог явился во плоти. Помните, я вам задавала давно, давно еще, когда проводила занятия у вас. Да? И беспрекословно, великое благочестие тайно, Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе. Показал себя ангелом. Проповедан в народах. Принят верою в мире, вознесся во славе. Кто помнит эти слова? Не помните, да? Значит, вы тогда не учили, когда я задавала это задание на дом. Ну, хорошо, дети. Тогда к следующему уроку, к следующему воскресенью, вы постарайтесь выучить этот стих. Хорошо? И беспрекословно, это Трое Тимофея 4,16. Три, 16. А? Тимофея 3,16. А, 3,16, правильно. Первый Тимофея 3,16. Так, Иоанна 3,16 у нас это главный стих. От него развиваются все события. А вот Тимофея 3,16 тоже самое необходимо нам знать. Обязательно старшие знайте это. Так, дети, мы готовимся к великому празднику пришествия Иисуса Христа на землю. Рождество Христово. Это великий, радостный, при том, как говорят, семейный праздник. Обычно это своей семьей все встречают этот праздник и радуются, дарят друг другу подарки. Ну, это основное, основное, главное. Так, сейчас мы прочитаем еще стих из псалмов, для того, чтобы вам заучить и знать этот псалмов 18, с первого стиха. Возьмем. 18-й псалмов с первого стиха. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает тверь». Сейчас. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Вот такой стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает тверь». То есть говорит, возвещает. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышал с собой голос их. По всей земле проходят звуки, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога. Своего радуется, как исполин, пробежать поприще». Итак, первый стих заучиваем. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает тверь». Повторяем. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает тверь». Ещё раз. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает тверь». Ещё раз. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает тверь». А что такое тверь? Кто себе на вид? «Жосипа». «Жосипа, ты устала, да?» «Небо». «Тверь». «А ещё что?» «Что?» «Может быть, земля?» «Тверь земля, и тверь небо называет тверь». «Да». Здесь говорится о том, что «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает тверь». «То есть на земле всё сотворено Богом, и обратите внимание, насколько всё прекрасно. Какая гармония во всём соблюдается?» Второй стих. «День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знания». «День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знания». Кто сможет повторить? Пожалуйста. «День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знания». Так, с первого стиха. «Небеса». Небеса проповедуют славу Божию, и о делах руки Его вещает твердь. Хорошо, пожалуйста. Беса проповедуют славу Божию, и о делах Его вещает твердь. День к дню передает знания, он речь, а ночи передает знания. Хорошо. Поясните. Достаточно. Так, теперь как мы поясним эти слова? Можно пару слов сказать? Да, пожалуйста. Чтобы они в дело это применяли. О делах руки Его вещает твердь. Твердь – это земля. И вот куда бы Вы ни посмотрели, как все удивительно устроено. Ученые исследуют тысячи лет и не могут до конца дойти. Люди видят только внешне. А что за этим там? Вот видите, пташка, жуланчик летает. Синица большая называется. У него специально надеты, как колпачок такой. Дальше желтенькие. Зелененькая спинка. И это все из одного тела. Это краска идет. И не смывается ни дождем, ничем. И какой он осторожный. Маленькое-маленькое семечки. Совсем маленькое. Подлетит, схватит его. Лапками. Как он его зажимает, непонятно. Раздолбит, вытащит его трое. Я руками не могу держать. Десять пальцев не могу держать. Он один, да на маленькой веточке. И как спрятаться. У нас такая вот труба стояла дома. И он туда вовнутрь, по железной трубе, сделал там гнездо. Вот такая все труба. И туда ни кошки никто не может залезти. Какой он хороший. Все улетают, а он зимой к нам прилетает. Нашу жизнь скрашивает. Какие светочки. Это дело Божьих рук. И все это вещает. То есть говорит. Какой наш Бог. Кому мы верим. Какой Бог сильный. Какой всемогущий. Однажды он сказал. Да будет. И в этом все. И полетели птицы. Попыли рыбы. И все на пользу человеку. Мы без этого не можем. Чтобы у нас яблоки, фрукты. Это Бог дал. Из земли тянет. Там что там грязь. Вода. А какое все вкусное. Какой арбуз. А чеснок какой горький. А он полезный. Ты не будешь гриппом болеть. И картошка. И все это из земли. Это Божьи руки. И вот эта земля. Вот эта тверь говорит. Наш Бог чудный. Дивный. А еще внутренне как. Какие он сны нам дает прекрасные. Как мы отдыхаем ночью. Как дает слух. Ты слышишь. Ты разбираешь звуки. Можешь играть. Это талант. Это от Бога. Это Бог сделал что. Ты только думаешь. И пальцы сами шевелятся. Никакой кнопки не надо нажимать. Я только подумал сейчас. Два пальца загнулись. Вот подумал. Руки опустились. Подумал. И где-то сигнал. Откуда? Это удивительно все. И оказывается человек использует только 4% того что ему дано. И такие мудрые лауреаты Нобелевской премии. Ну у тех может быть до 10. А больше то не используем. Это запас на будущее поколение дан. И мы тоже из земли произошли. Небеса пропадают. Слава Боже. Какие звезды. Галактики. Люди лезут в космос. Чуть-чуть познали. Какое тяготение. Луна не падает. На одном месте висит. Солнце ослеплиже будет. Оно бы сожгло. Если дальше. На земле лед был бы один. Вот все это расстояние до километра. Все это вымерено. И все идет по орбитам. Боже мой. Даже говорить ни о чем не надо. Только больше удивляться и ахать. Все время в молитве благодарю. Господи. Ты разум у меня не лишил. Я это понимаю. Как ты дивен. И ты дал мне это понять. А вот люди некоторые этого не знают. Не верят. Обрати их Господи. Может через нашу жизнь они придут. Сказать им это надо. И ты идешь. Вот видишь букашка какая-то маленькая. И как она знает прятаться как. Как размножаться. Что есть. Это о делах рук Божьих все говорит. Притом речь идет о сотнях тысячах разных насекомых. Тысячах. О миллионах. Вот сколько снежинок падает. Все снежинки разные. Ни одной похожие друг на друга. Вот сколько на земле есть пшенищинок отдельных. Двух пшенищинок одинаковых нету. Это все рассмотрели. Срисовали. Сфотографировали. Это невероятно. Это нельзя придумать даже. Вот какая-то птица. У нее вот так вот висит удочка. И как фонарик горит. Она орут. Здорово. Она открыла. Другая рыбка придет посмотреть. Что она закрыла рот. Уже все. В желудок пошло. И опять открыла. Опять висит удочка. Перевертом светится. Это в темноте. А другая рыбка смотрит. Стрекоза сидит на веточке. И она знает как надо стрелить в воду. И вода точно попадет. У нее крылышки слиплись. Она упала. Она ее съела. Кто ее так научил-то? И везде. Куда-то не глянь. Это только то, что мы понимаем. Видим. Я вот голубей держу не могу на девице. До чего глупая птица. А Бог ее избрал. Они ничего не понимают. Их тренировать даже нельзя. Но они привязаны к человеку, как ни одна другая птица. Почтовый голубь. Почтовой курицы нету. И скотина самая глупая это овечка. Ее нигде ни в одном цирке не дают. Но Бог избрал ее. Мы гортовцы. Мы такие же глупые. И Бог нас любит. Да мало того, что просто любит. Он всех любит. А за нас Сына отдал. Христа. Он умер за нас. И мы после смерти надеемся иметь жизнь вечную. Искупленная кровью Его. И все об этом говорит. Все. Во славу Божию. Слава Господу. Мы взираем на все творения Божие. Должны радоваться. И всегда-всегда благодарить Господу. Вы посмотрите как. Даже не одинаково. Христополя и Березки. Обратите меня. Оглёк. У меня в школе когда задавали вопрос. Что? Обратите внимание. Яблони. Она никогда не станет грушей. Да? И грушей никогда. Виноградом. Обратите внимание, как прекрасно все сотворено. Вино, дети. Какие там кисти висят. Ягодки все. И как это вкусно все. Все едим. Благодарим ли мы за это Богом? Всегда, дети. За все мы должны благодарить. Землю. Земля черная. Дождь один. И земля черная одна. А все разное на земле. Посадил редиску. Морковка не вырастет. Только редиска. По семени его. Морковку посадил. Редька не вырастет. И картофель. Только морковку. Что посадил, то и вырастет. Да? По семени его. Какое семя посадишь, такое вырастает. Что-то помидоры такие. Арбуз такой. Дыня такая. И все имеет свое. Свой вкус. Свой вид. Даже по внешности. Всегда все разное. И все так дивно и чудно сотворил Господь. Вот даже в школе, где учитесь. И там дети, если кто-то не знает. И будут говорить. У меня в классе были такие дети. Говорят, а все само по себе сотворилось. А другие начали смеяться. А как ты? Ты что, и ты тоже сам по себе сотворен? И все вообще никак. Никогда не верь тенькому. А старайтесь сами доказать им, что все сотворил великий Бог. Творец наш. Понятно? И вы всегда старайтесь говорить о Христе, о Боге в школе. Даже маленькие, а и маленькие тоже самые первоклассники в детском садике. И там говорят они, а кто нам хлеб-то дал? Они говорят, ну хлеб, а то само по себе все сотворилось. Ух ты! Как это само по себе сотворилось? Я говорю, вот школа, в которой мы учимся. Вы что, она сама по себе сотворена? Все. Раз, раз. Парты сами забежали в класс. Раз, раз. Все. Столь и не сидим. Само по себе. О, нет. Значит, вы это не верите, что само по себе в школе не могла сотвориться. Да. Есть архитектор, есть строитель, есть исполнитель. Все. А Бог, великий архитектор, который на земле так все прекрасно сотворил. А вы говорите, само по себе пришло. Нет, конечно. И вы здесь начнете им говорить. И о Боге, как о Творце, и о Христе будете говорить. А Христос Великий пришел нас спасти. Чтоб мы, мы все грешники, все согрешили и умираем во смесье за грех смерть. И все идут в ад, в огонь вечный. И там вечно никогда, никогда не выйдешь оттуда. А мы имеем великого Спасителя, который, что? Спас нас от этого вечного огня. И кто верит в него, он будет на небе со Христом. И со всеми святыми, и с ангелами, и с архангелами. И вот в церковь, когда мы приходим, невидимо предстоят наши ангелы. Невидимо предстоит Христос. А он все обозревает, все смотрит, даже наши мысли знает. И что на сердце? Он знает, у него все записано. Представляете, как мы должны, с каким благоговением стоять в храме. И все время мысленно отправляйте туда, на небо. Вот как лесенка собирается. И так наши мысли до потолка, потом выше, потом выше облаков, до самых небес. Там небеса небес и превыше небес. И вы все это должны мысленно стоять. И так поэтому вам не будет скучно. Вы не будете уставать, а все будете молиться, как должны. Даже что-то на славянском языке недопонимаете. А вы мысленно просите, Господи, дай мне мудрости, дай мне благомыслия и рассудительности. Вы, дети, вы уже в школе учитесь. Просите об этом. И всякий, говорит, просящий получает. И ищущий находит. И стучащему отворит, как в небеса стучите. Господи, дай нам веры, твердости духа. Потому что приближаются времена, когда антихрист придет и будет ставить в печати всем. А кто печать получит, уже не купить, не продать. И все. Вечный огонь. Все. И поэтому, Господи, дай нам мудрости. Господи, дай нам твердости духа, веры, любви к Тебе, к Слову Твоему. Чтобы придет антихрист. Сохрани нас от этой печати. Все время должны просить. А теперь, Слава Богу за все. Вот, и мы идем. 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 Жаждущие правды, Я в груди насытятся, Блаженней милости вели, Я в груди помилований буду, Блаженней чистей сердце, Я в груди, Богоузля, Блаженней чистей сердце, Я в груди, Богоузля,